Следующий вид инерции, о котором я хотел бы вам рассказать, это инерция маятника. Для того, чтобы сделать упражнение, поставьте руку, правую руку положите к левому плечу, а теперь сделайте следующее, бросьте руку вперед, вниз и затем вверх по диагонали, бросьте руку вниз. Если это движение не вызывает у вас затруднений, давайте попробуем сделать следующее. Давайте попробуем не останавливаясь, сделать несколько движений подряд. Я надеюсь, это не вызовет у вас особых затруднений. А теперь попробуем сделать следующее. Давайте попробуем перевести траекторию нашего движения из траектории по диагонали в более параллельную по отношению к вашему корпусу траекторию. Начните с того же самого, начните движение по диагонали. Постепенно передвигайте вашу руку в другое положение и в другую траекторию. Вот сейчас я двигаю рукой параллельно своему корпусу. Точнее не я двигаю, рука летает параллельно моему корпусу. Отдохните, если руки устали. А сейчас давайте попробуем, практически не меняя движение, попробуем ощутить, как в этом движении ведут себя разные части нашей руки. Давайте попробуем начать двигать руку в инерции маятника. Сейчас я хочу обратить ваше внимание и попросить вас ощутить, как движется ваше плечо. Если вы почувствовали его, почувствовали его движение, я хочу вас попросить, попробуйте сделать это движение как можно более легким. Если вы почувствовали, как движение вашего плеча становится легче и легче, переходите к следующей части руки. Это предплечье. И я хочу, чтобы вы проделали то же самое. Я хочу, чтобы вы почувствовали, как эта часть руки становится все более легкой, легкой и легкой. После того, как вы сделали это, перейдите к кисти. Попробуйте сначала ощутить движение кисти и запястья. Облегчайте кисть, облегчайте запястье. И, наконец, последний элемент. А теперь попробуйте ощутить, как движутся кончики ваших пальцев. Насколько им легко и насколько расслабленно они двигаются. Вы можете увеличить амплитуду движения, но при этом пробуйте все время ощущать, что движется не ваша рука, не ваше плечо, не ваше предплечье, а кончики ваших пальцев. И вы можете отнести их в любую точку перед собой в любое время легко и расслабленно. А сейчас давайте попробуем несколько другой тип инерции. Другой тип инерционного движения. Я для себя его называю инерцией круга. Поднимите руку, а теперь бросьте ее вниз и не останавливаясь. Бросьте ее вверх затем. Рука какое-то время летит по инерции вверх, затем вы бросаете ее вниз. А теперь попробуйте сделать это не останавливаясь. Видите, рука начинает двигаться по кругу. Есть момент толчка, момент расслабливанного движения и возврата к толчку. И так далее. Попробуйте делать это несколько мягче. Круги можно делать по направлению вперед, а теперь попробуйте сделать круги параллельно по отношению к вашему корпусу. Это практически то же самое, что движение маятника. Только в данном случае вы не прекращаете свое движение, а продолжаете его до конца. Смотрите. Начните с крупного движения. А затем вы можете это делать все меньше и меньше. Самое главное, чтобы вы чувствовали вот эту инерцию. Толчок, расслабленный полет, возвращение в первоначальное положение. Ну, естественно, всегда можно найти способ варьировать все вот эти вот типы инерционного движения. И маятника, и круга, и толчка, и так далее. В принципе, они все в достаточной степени взаимосвязаны. Далее. Дирижирование начинается с оуф-такта. Как правильно, на мой взгляд, сделать этот оуф-такт? Поставьте руки в положение третьей доли. А сейчас попробуйте их расслабить. Они, естественно, падают вниз. А теперь попробуйте расслабить руки, одновременно сделать вдох и поднять вверх расслабленные руки. Приблизительно вот так. Еще раз. А теперь попробуйте не бросать руки, а опустить их в положение первой доли и отметить ее. Раз. 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 Если это движение не вызывает у вас затруднений, если вы связаны дыханием и движением, расслабленным движением рук, попробуйте соединить несколько долей подряд. Раз. Два. Три. Четыре. И еще раз. Раз. Я хочу обратить ваше особое внимание на то, что любой оуф-такт всегда должен быть в первую очередь расслабленным. Если вы расслабите свои мышцы, это даст вам возможность послать необходимый эмоциональный и волевой импульс в оркестр для того, чтобы получить нужный для вас результат. Хочу сказать еще вот о чем. Все сочленения рук, локоть, плечо, запястье должны быть всегда расслаблены. И так далее. Когда вы выйдете к оркестру или к хору, вам необходимо будет поддерживать с ними контакт. Это можно делать с помощью глаз, но и, конечно, руки должны вам в этом помочь. Для того, чтобы вы не ощущали никакой несвободы, я рекомендую вам поделать вот следующее упражнение. Попробуйте начать с обыкновенной сетки. Руки в одном положении, в одной позиции, движутся параллельно. А теперь попробуйте поднять левую руку вверх, а правую оставить на том же месте. Раз. Подирижируйте так несколько тактов. А теперь попробуйте сделать наоборот. Поднять правую руку, а левую руку опустить вниз. А теперь попробуйте сделать нечто более сложное. Левая рука остается в том же положении, а правая рука уходит далеко вправо и вперед. Приблизительно вот так. Наоборот, я рекомендую вам, когда вы будете делать упражнение, это обязательно сопровождайте каждое движение направлением своего взгляда. Попробуйте менять положение рук в любую абсолютно произвольную долю. Раз, два, три, четыре и так далее. Меняйте положение абсолютно произвольно. Это вам даст необходимую свободу. И так далее. Несколько слов о штрихах. Начнем, пожалуй, со штриха стакката. Для того, чтобы хорошо и правильно получился этот штрих, мне кажется, что удобнее всего начинать его с того первого упражнения, которое мы с вами делали. То есть почувствовать инерцию толчка, инерцию полета. Попробуйте это делать только кистью. Оттолкнуться от точки вертикально вверх. Еще раз прошу вас обратить особое внимание на то, чтобы вы не били вниз. Вот это абсолютно неприемлемо. Отталкивайтесь от точки вверх. Попробуйте сделать это в немножечко более крупном масштабе. Понятно. Хорошо. Теперь попробуем штрих марката. Принципиально это почти то же самое движение, только оно более крупное. Я думаю, что здесь уместно будет использовать также и ваше плечо. Позволить ему двигаться наравне с движением предплечья и кисти. А сейчас давайте попробуем подирижировать легато. Для того, чтобы подирижировать легато, я думаю, что наиболее уместно будет вот то упражнение, которое мы называли инерцией маятника. Посмотрите, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Мы делаем практически абсолютно два одинаковых движения. В одной позиции, в другой позиции. Конечно, это весьма приблизительно. Любое музыкальное произведение требует совершенно особых штрихов и особых средств выражения. Но это одно из тех средств, которое поможет вам выразить свои музыкальные идеи. Конечно, то, что мы сейчас проделали, это далеко не дирижирование. Это пока те упражнения, которые могут подвести нас к дирижированию. Может быть, это один из первых шагов. А впереди большая и очень трудная работа по освоению вот этого совершенно потрясающего музыкального искусства. Дирижирование. Я желаю вам успеха. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok